МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Вероника Бибикова. Сегодня мы расскажем. Укрепление сотрудничества с Белостоком в сфере инновационных технологий и туризма. Итогом однодневного визита гродненской делегации у западных соседей стали новые векторы взаимовыгодного сотрудничества. Будущие студенты ГРГУ. Кто выбирает Гродненский вуз для получения высшего образования? Искусство родной культуры. Открытый городской фестиваль белорусской музыки состоялся в Гродно. В минувшие выходные гродненская делегация во главе с председателем Гродненского горосполкома Мячеславом Гоем посетила Белосток и Соколку – польские города, с которыми Гродно довольно давно и тесно сотрудничает. В ходе этой встречи и очень обширной программы был подписан договор о сотрудничестве. Это выводит взаимодействие соседних регионов на новый уровень. Там же, в Белостоке, гродненцы посетили и технопарк. Разработки польских специалистов могут быть полезны в образовании, а также стать новой ступенью в медицинской диагностике. Показали новое развитие МРТ для медицины. Современный аппарат, который от ушей до пят делает снимок, диагностику делает и сразу распечатка. Я думаю, мы привезли с собой необходимую информацию, она будет передана в областную больницу. И, думаю, есть смысл в преддверии создания онкоцентра посмотреть на то, что они делают. Разумеется, давно и тесно Гродный, Белосток, а также Соколка сотрудничают в туристической сфере. И дальнейшее совместное развитие туристической инфраструктуры, открытие новых маршрутов, связанных друг с другом исторических объектов, закономерное развитие этого сотрудничества. Будет совместно реализовываться этот проект «Шляхом Тезенгауза». Вот это здание, что за моей спиной Тезенгауза. Нам показали почти похожее здание в Соколке. Показали, что они хотят сделать. Показали свой музей татарский. Потом провезли нас по маршруту «Шляхом Тезенгауза». Ну и там частично затрагивается велосипедный маршрут, который уже польская сторона сделала. Он называется «Татарский шлях». Завезли в вагонники, показали мечеть, которая восстановлена тоже за деньги Евросоюза. Интересный объект, есть смысл посмотреть. В столице прошла 10-я юбилейная церемония «Женщина года». На праздник во дворец республики собрались лидеры, успешные руководители предприятий и организаций. Те, кто особенно заботится о родной земле. Женщин наградили в шести номинациях. Всего же дипломы получили 42 представительницы прекрасного пола. К слову, среди награжденных женщин-управленцев была особенно отмечена Зоя Кулеша, которая давно и успешно работает на должности заместителя председателя Гродинского горосполкома. На полпути к профессии университет имени Янки Купалы вновь распахнул двери для абитуриентов. 17 марта факультет истории, коммуникации и туризма радушно принимал будущих выпускников школ и колледжей со всей Беларуси. Пришла на встречу с купаловскими преподавателями и студентами и иностранная молодежь. Почему новое поколение выбирает именно Гродненский вуз, отправилась узнать и наша съемочная группа. В ценные для каждого занятого старшеклассника выходные Ульяна Корнелюк не пожалела времени и приехала из Бреста на день открытых дверей выбранного факультета ГРГУ. Интересам и запросам будущего социолога в этом университете отвечает все. Потому что мне всегда нравились такие предметы, как история, общество, ведение. Всегда интересовала, поэтому я здесь. Это был самостоятельный выбор на основе просматривания и отсеивания разных университетов страны. К слову, и даже многие гродненские ребята не поспешили в столицу за высшим образованием. А выбрали университет в родном городе не только за его образовательные возможности и признанное качество преподавания, но и за важные для студента преимущества близости к дому. Я выбрала этот университет, потому что я на данный момент учусь в гуманитарном колледже, а это является дочерним предприятием, поэтому я иду сразу на сокращенный курс по специальности, сразу на третий. Родители рядом, они им, если что, помогут. И дома здесь не надо снимать квартиру. Все удобство здесь. Ежегодно и уже традиционно ГРГУ предлагает своим абитуриентам самый современный формат подобных встреч. Разнообразие интерактивных площадок, мастер-классов и самое ценное – возможности задать вопросы о желаемых специальностях напрямую, чтобы развеять зачастую туманные представления о профессиях и уже сейчас подковать ребят во многих нюансах, начиная с момента поступления. Мы постоянно думаем о подготовке специалиста практика, о подготовке того, кто завтра, через месяц, через год будет работать в наших средствах массовой информации, в наших рекламных агентствах, в наших предслужбах. Это самое главное, о чем мы сегодня и говорили. Факультет признан самым сильным. Здесь работают шесть докторов и 44 кандидата наук. Главенствуют принципы не только практической включенности в профессию с первого дня, для чего есть реальные возможности, но и академической мобильности в ходе зарубежных сожировок. Журналистика, связи с общественностью, туризм и гостеприимство. Факультет объединил только самые востребованные на белорусском и международном рынках труда специальности первой и второй ступеней высшего образования. Их постигают более тысячи студентов из 16 стран мира. Факультет истории и коммуникации и туризма предлагает подготовку по шести специальностям. В том числе каждый год мы обязательно открываем новые специальности. В этом году мы объявляем набор на специальности лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций с первым китайским языком. Сейчас я учусь в университете, на протоколе учили нам в факультете. Я хочу стать журналистом, потому что я люблю газету, люблю телевизор. Преподаватели и студенты отметили, нынешний день открытых дверей стал на факультете аншлагом по количеству пришедших. Все аудитории и интерактивные площадки были как никогда переполнены. Большинство из абитуриентов совсем скоро вступит в большую университетскую семью и создаст с ее поддержкой успешную образовательную и профессиональную карьеру. Вероника Трынкина, Евгений Русилевич, Новости, Гродно+. В городе Ивьем прошел ежегодный областной фестиваль народного творчества «Не стареют душой ветераны». В празднике традиционно принимают участие ведущие ветеранские хоровые коллективы, которые прошли отборочные туры в районах и городах области. В этот раз более 30 участников представили на суд жюри свои лучшие музыкальные номера, наполненные любовью, душой, красотой и добром. Продолжительность каждой программы 20 минут. При этом обязательным условием является исполнение одного произведения в военно-патриотичной тематике. По итогам выступлений на областном этапе жюри определит коллектив-победитель для участия в заключительных мероприятиях Республиканского фестиваля народного творчества ветеранских коллективов. Пятый юбилейный фестиваль музыки белорусских композиторов состоялся в Гродно. В этот раз открытый городской конкурс «Венок дружбы» собрал 120 талантливых детей. Приехали на фестивали участники из города Слонима. Все конкурсанты изучают игру на музыкальных инструментах на базе общеобразовательных школ в качестве дополнительного направления. В этом и заключается особенность «Венка дружбы». Присоединилась к происходящему и наша съемочная группа. Для конкурсантки Дианы Буткевич участие в городском фестивале музыки «Венок дружбы» стал дебютом. Еще несколько лет назад для постижения АЗО в музыке она выбрала фортепиано. Привлекла не только сложность инструмента, но и его безграничные возможности. Я готовилась очень долго, невероятно долго тренировалась, училась очень много. И я все-таки добила, чего хочу. Я уже второй год занимаюсь на фортепиано. «Венок дружбы» берет начало из общешкольного конкурса «Вдохновение» и зародился на фортепианном отделении 18-й школы города Гродно. Именно здесь и проходит каждый новый инструментальный фестиваль. Все для великой цели – сделать так, чтобы музыку белорусских авторов играли и любили. Я люблю его тем, что на нем сложно играть. У меня развивается левая рука, я запоминаю. Могу не смотреть на клавиатуру и играть. И у меня как бы больше становится ума. Для меня очень важна моя победа. И я верю, что на процентов 80 я смогу это сделать. Порядка 200 номеров в четырех возрастных категориях. Каждый участник волнуется и старается за короткие мгновения своего выступления передать зрителям атмосферу своего произведения. Жюри оценивает выступления учащихся по двум номинациям – в категории соло и в категории ансамбль. В категории соло дети играют на таких инструментах, как фортепиано, аккордеон, баян, цимбалы, домбра и скрипка. Несмотря на то, что фестиваль «Городской», его лауреаты и дипломанты нередко выходят на сцены республиканских и международных конкурсов, где не только расширяют географию своих инструментальных встреч, но и мест, где вновь и вновь звучит белорусская музыка. Алану Чку Вероника Трынкина, Евгений Русилевич, Новости, Гродно+. Оригинальное дефиле в рабочих комбинезонах. Смотр-конкурс самой безопасной и стильной спецодежды состоялся на базе отдыха «Привал». Подобный выбор лучшей униформы для сотрудников Гродненской табачной фабрики «Неман» проходил впервые. Свои модели на подиуме представили шесть предварительно отобранных ведущих предприятий республики. Комфорт одежды оценивали судьи в лице руководителей и специалистов табачной фабрики. Отдать голос за понравившегося участника могли и гости показа. С необычного дефиле репортаж нашей съемочной группы. Мужские и женские куртки, халаты и полукомбинезоны утепленные и на лето. Модный показ спецодежды убедил, чувствовать себя комфортно можно и в рабочей одежде. Это подтверждает и участник конкурса Владимир Байгот. Перевоплотиться в подиумную модель для обычного работника Мостовского предприятия бытового обслуживания населения было чем-то новым и необычным. Сегодня я демонстрировал костюм летний, мужской. Ну, насколько интересно. Вообще участвую в таком показе первый раз. Было интересно попробовать, как это все. Ну, мне понравилось. Подобные ощущения разделили практически все участники показа. Ведь в жизни каждый из них – обычный рабочий, чеканящий, отнюдь не модельный шаг. Нам, на самом деле, очень важно, чтобы спецодежда была не только комфортной, хорошо защищала работника во время труда, но и имела привлекательный внешний вид, привлекательный дизайн. Поэтому вот это мероприятие организовано сегодня с привлечением ведущих республиканских предприятий по изготовлению спецодежды. Здесь были летние и зимние коллекции. Обязательные условия – непременно натуральные материалы и удобство пошива. Высшим практичным требованиям и защитным свойствам должна соответствовать и плотность ткани. Мы предоставили летнюю и зимнюю коллекцию спецодежды. Она состоит из стопроцентного хлопка плотностью 250 грамм. Комфортная, удобная спецодежда для работы в помещении, а также на улице. Многие модели одежды разрабатывали специально конкурсу и отшивались по эскизам и дизайну табачной фабрики. Тем не менее, каждый претендент на звание самого подходящего предприятия для сотрудничества старался внести индивидуальные детали в собрание образов. Мы должны были предоставить коллекцию, которая была бы направлена по одной конструктивной линии. То есть образцы должны были друг друга перекликаться, повторять. Постарались ввести какие-то новые конструктивные элементы. Мы считаем, что у нас получилось. К слову, конкурс по выбору предприятия, которое займется пошивом спецодежды для работников Гродненской табачной фабрики в серьезных объемах, предполагает три этапа. Первый этап уже прошел. Это подготовка документов, проверка документов. Предприятия предоставляли сертификаты по защитным свойствам, по материалам, из чего будут шить данную одежду. Нами все это проверялось на соответствие. Руководство Гродненской табачной фабрики «Нема» надеется превратить подобный экспериментальный опыт во взаимовыгодную с предприятиями традицию, а также заинтересовать своим примером и других участников производственного рынка. Лена Молчанова, Вероника Трынкина, Дмитрий Пастернак. Новости Гродно+. О том, что четвертьфинального матча против Крумкат-шоу не будет, минчане уведомили гродницев за два дня до намеченного срока встречи. Исходя из этого, было принято решение в субботу сыграть против Лиды. Несмотря на то, что в составе гостей были сплошь и рядом игроки, прошедшие через высшую лигу, какого-либо серьезного сопротивления оказать нашим они не смогли. Матч закончился со счетом 5-1. Теперь болельщики ожидают игру желто-зеленых с Витебском. Встреча пройдет 30 марта. Начало в 19.30. Выгодное предложение от компании «Корсак». Покупайте мягкую корпусную мебель в рассрочку без начисления процентов. Исходя из ваших требований, опытные продавцы помогут подобрать вам диван или составить проект кухни. Приходите за покупками в магазин мебели «Корсак» по адресу. Город Гродно, улица Богудского, 5. И в завершении выпуска информация от нашего партнера МТС. Хорошая новость для тех, кто любит музыку. В приложении МТС Мьюзик вы можете слушать музыку онлайн, но не тратить на это мегабайты. Интернет-трафик в приложении бесплатен. 20 миллионов композиций. Новинки и хиты всегда будут с вами. Попробуйте. Первые 30 дней сервис бесплатен для пользователей. Заходите на сайт music.mts.by, чтобы узнать подробности и скачать приложение. Также вам расскажут про сервис МТС Мьюзик в ближайшем салоне МТС. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте grodnoplus.tv.by. А поделиться с нами интересной информацией можно, позвонив по номеру 77 33 04. А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова